МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это футбольный вечер на седьмом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственно, впервые о финансовых проблемах в Черноморце заговорили еще в 2013 году. Потом весной прошлого года ушли пять легионеров. Это было связано, как было написано на сайте Черноморца, в связи с тяжелой общественно-политической ситуацией в стране. Летом прошлого года проблемы постепенно становились все очевиднее. Доходило до того, что футболисты планировали бойкотировать некоторые матчи, по слухам, из-за невыплаты зарплаты. В итоге 17 декабря прошлого года футбольный клуб покинул главный тренер Роман Григорчук. И с тех пор, по подсчетам газеты «Спортэкспресс», за последние два месяца из Черноморца ушли 12 игроков. Раньше в историю клуба такого не было. И ко всему еще в середине января 2015 года Национальный банк признал и Мэксбанк, главный спонсор Черноморца, неплатежеспособным. То есть проблемы очевидны, проблемы есть. И мы сегодня будем об этом говорить. Наши гости сейчас – это Эммануил Ганев, основатель музея истории футбола. Добрый вечер, спасибо, что пришли. И Анатолий Богословцев, более известный как дядя Толя Барабан. Вы уж извините за такую аннотацию, но один из самых известных и харизматичных болельщиков Черноморца. Итак, вы скажите, пожалуйста, что вы готовы признать, что у Черноморца сейчас действительно проблемы? Ну, проблемы во всей стране. А если конкретно у Черноморца, проблемы чувствуются. Чувствуются с финансовой стороны. И, конечно, многие вещи, наверное, можно всегда предвидеть и бороться как-то и с этим чуть раньше. Для того, чтобы были какие-то возможности плавно к этому переходу. И, опять же, еще раз повторюсь, надо задумываться заранее. Не только тогда, когда нам хорошо, а и думать о завтрашнем дне, потому что, судя по сегодняшней обстановке, то есть не предвидели мы этого. Многие игроки, конечно, их можно тоже понять. Люди в непонятке, люди не знали, люди только становятся на ноги и начинают играть. И тут обрывается его, будем так говорить, жизнь. Футбольная карьера, на которой он с шести лет тренировался, играет. И, конечно, это фактор человеческого, который он хочет просто-напросто играть в более престижном клубе, лучше получать те же деньги для того, чтобы семью прокормить или что-то еще. То, что сегодня произошло в Одессе, это единственный, наверное, город, в котором команда действительно немного разрушена. Но катастрофически, я думаю, что этого катастрофы нет. В клубе, я думаю, что над этим работают, делаются мероприятия. И взять с того, что сегодня подписан контракт с сербским игроком, легионером. То есть сегодня уже команда находится в Турции на сборах. Поэтому говорить сегодня, что футбола не будет в Одессе, этого, я считаю, еще нельзя. Да, есть проблема, есть тяжелые времена. Но мы одесситы, мы пройдем эти времена, пройдем эту ступень, огорчение, и опять трибуны будут полны на стадионе. Анатолий, я вот раньше часто слышал от болельщиков черноморца, от фанатов, мол, сколько можно легионеров, нужно поменьше легионеров, побольше наших ребят из молодежки. И вот сейчас вот неожиданно именно так все выходит. Вот вы об этом мечтали? Вы знаете, вот сейчас, как сказал Миша, команда находится на сборах не в Одессе. Как вот некоторые тут говорили о том, что финансирования нет у команды. Все, то есть сюда. Она действительно находится в Турции. Она действительно там играет. Сейчас провела три поединка. Один поединок выиграли, второй проиграли, третий сыграли в ничью. Да, сейчас играет молодежь. Ей дали шанс, ей дали возможность. Ребята рвут землю, копают, все, как говорится. И опять же, последнее, что сегодня было известно, мы приобрели легионера. То бишь, если приобрели легионера, значит, какие-то финансовые вложения есть. И я так думаю, что на самом ИМИКС-банке свет клином не сошелся. Значит, есть другие люди, которые спонсируют наш клуб. Давайте сейчас посмотрим небольшой сюжет. Мой коллега Андрей Концыганков подготовил материал об истории Черномодца, то есть откуда пошел наш главный футбольный клуб Одессы. Ну, чтобы зрителям тоже было понятнее, о чем, собственно, мы говорим. Потому что не все футбольные болельщики. Одесский черноморец почти 80 лет является символом футбольной славы города, ассоциируется с яркими победами и целой плеядой талантливейших игроков. А начиналось все с любительского клуба Черное море, который называют прародителем черноморца. 26 марта 1936 года является официальной датой создания команды, хотя до 1939-го она называлась «Динамо». За это время моряки дважды стали серебряными призерами чемпионата Украинской ССР. А вот черно-синюю форму и имя черноморец клуб получил уже в 1958 году. В следующие годы за одесситов играли такие выдающиеся футболисты, как Константин Фурс и Василий Москаленко. В 1961-м команда выиграла первенство Украинской ССР, правда в классе команду не повысили. А еще через пять лет добилась наивысшего достижения в Кубке страны. Пробились в полуфинал, где уступили московскому «Торпедо» 0-3. В 70-х у руля моряков четыре года стоял Ахмед Алискеров. Под его руководством команда добилась самого громкого успеха в чемпионате Советского Союза. Завоевала бронзовые медали. В те годы цвета одесситов защищали такие игроки, как Виктор Прокопенко, Вячеслав Лещук, Виктор Зубков, Виталий Шевченко и Юрий Роменский. В следующее десятилетие моряки и высоко взлетали, и прощались с высшей лигой. Тренировал одесситов Виктор Прокопенко, а на поле выходили такие легенды, как Игорь Биланов, Владимир Плоскина. В Кубке УЕФА морякам удалось переиграть Бременский Вердер. Не по силам оказалось пройти только Мадридский Реал, который затем выиграл турнир. В 90-м году моряки выиграли Кубок Федерации Футбола СССР. Также команда вновь неплохо отыграла в Кубке УЕФА. В следующем году было четвертое место последнего чемпионата Советского Союза. В чемпионате независимой Украины моряки стартовали очень успешно. Могли даже замахнуться на золото, но оно досталось Симферопольской Таврии. Зато потом команда дважды выиграла Кубок Украины и завоевала бронзовые и серебряные медали. Лидерами клуба были Илья Цымбаларь, Тимирлан Гусейнов, Андрей Телесненко. А уже в 98-м команда вылетела в Первую Лигу. С этого года и по нынешнее время президентом Черноморца стал Леонид Климов. Команде удалось вернуться в элиту, но ненадолго. Ренессанс для моряков начался с приходом на тренерский пост Семена Альтмана. Под его руководством команда воспрянула духом и вновь начала радовать болельщиков. Черно-синие выиграли бронзу и сыграли в Еврокубках. Смутные времена настали с уходом именитого рулевого и возведением нового стадиона на месте старого. Болельщики ожидали увидеть на нем матчи Евро-2012. Вместо этого увидели команду в Первой Лиге. Причем ни для кого не секрет, что сделали это ради экономии средств. И это при том, что президент клуба получил полную поддержку города во многих земельных вопросах. Аккурат к завершению строительства моряки и вернулись в элиту, ведомые Романом Григорчуком. Начался новый этап. Увы, денег и особенно желание держать Черноморец на самом высоком уровне у президента клуба хватило ненадолго. Выступления в финале Кубка Украины и в Кубке Уэфа сменились финансовым кризисом. Команду покинул Роман Григорчук и 9 игроков основного состава. Надежда осталась на молодежь, которая должна заменить ушедших футболистов. Сейчас Черноморец в поисках нового генерального спонсора. Андрей Цыганко специально для «Вечера на седьмом». Спасибо, Андрей. Михаил, скажите, вот вы, человек, работающий с историей футбола, вы хорошо знаете в том числе историю Черноморца. А наша команда когда-нибудь оказывалась в такой ситуации, как сейчас? Ну, вы знаете, всегда говорят, что действительно предприимчивая, и сказать, что да, команда не оказывалась в данной ситуации. Но я верю в то, что команда выберется из тяжелого состояния, ребята будут отдаваться, будет создана новая команда. И, опять же, еще раз говорю, нам время, мы задумываемся только тогда, когда нам действительно тяжело. Как выйти из этого что? А предвидеть ситуации, то есть надо немножко заранее. И давайте вот мы, как раз посмотрев историю, вот мы возьмем чуть-чуть на заметку, что в тяжелые времена мы упираемся, опять же, на наших одесситов, на наших воспитанников. Попали мы в первую лигу, тренировал Баль и Блохин. Начал тренировать на конечной. Попали мы в тяжелые времена, где-то великие тренера сразу деваются. То есть нету этого патриотизма, а мы приглашаем наши же тренера, согласно нашей одесситы, опять работать с нашей командой. То есть команды нету, а мы ее создаем, и создают наши же одесситы, которые есть. Почему мы не ценим наших игроков и наших воспитанников, наших профессионалов футбола, которые действительно, когда настает более-менее хорошие времена, которые должны тренировать? Возьмем ту же историю, когда Алькман команду вывел тоже из первой лиги, и потом мы играли в кубке УЕФА. И потом мы где-то по каким-то причинам потеряли такого великого тренера, который был тренером сборной Украины. То есть, наверное, надо ценить одесситов, наших ребят, наших воспитанников. И начиная еще, при том, что у нас есть сильная детская школа, академия футбола, которая не успела развалиться. То есть, опять же, мы говорим о финансировании. Академия все это работает. На каком это уровне, это второй уже вопрос. Но оно все работает, и сегодня, оказавшись в таком положении, наши воспитанники будут поднимать опять нашу команду. Поэтому я думаю, что не все потеряно. Опять же, остается только время задумываться и, наоборот, ценить еще больше. То есть, выводить из этого ошибки, чем можно больше, и создавать новую команду. Есть много клубов, которые основаны только на своих воспитанников. Это Ворскла, это Металлист, это Металлург, Запорожье, Карпаты. То есть, Черноморец всегда был командой не первого дивизиона, а второй командой, которой игроки, воспитанники наших игроков завоевывали элитные кубки, становились лучшими игроками Европы. И поэтому надо задумываться об этом тоже. Я добавлю даже о том, что наша молодежь всегда была популярна в других клубах. То бишь, нашу молодежь всегда присматривали, и она даже не доходила до основного состава, ее тоже забирали. Динамо Киев забирал, забирал Шахтер, забирал Карпаты, забирали. То бишь, наших воспитанников всегда... Знаете, это такое продолжение традиции Одессы, как забитого провинциального города, которым она всегда являлась. Вот знаете, сколько великих писателей родились в Одессе, да? Бабель, Катаев и прочие, ни один из них в Одессе не умер. Почему? Потому что Одесса была провинцией. И то есть, вы полагаете, что Черноморец обратно вернется в состояние футбольной провинции? Да, мы верим в это. И я хочу сказать, что есть основания. Мы не верим, что Одесситы это... Ну, давайте так, возьмем более простым. Давайте сегодня сравняем землю седьмой километр. Это равносильно, чтобы потерять сегодня Черноморец. То есть, это столько энтузиастов. И я верю, что есть ребята, которые будут работать, и не спрашивают сегодня, сколько он будет получать. Понимаете как? Что такое Черноморец для Одессы сегодня? Это все. Это все. Это все равно, что сравнять с землей оперный театр. Это все равно, что сказать, что в Одессе нет девушек. То есть, футбол зародился в Российской империи. Первый футбол это в Одессе. В 1874 году появился футбол. И он начался в Одессе, и потом уже началось все развитие футбольного на всю Российскую империю. Поэтому футбол, да, сегодня потеряно очень много спортивного одесского, одесских клубов, одесского вида спорта. Тяжело баскетболу, тяжело волейболу потеряно. То есть, у нас остался один футбол, образно говоря. Хотя, что школы развития детского очень развиты. Футбол аматорский, я могу сказать смело, что на Украине это самый развитый город. То есть, столько турниров, сколько проходит в Одессе, ветеранских, любительских, аматорских турниров, то есть, нету нигде, как в Одессе. Поэтому футбол будет в Одессе. Я скажу больше, у нас, будем так говорить, старички наши, футболисты, спортсмены, занимают ведущие места на евросоревнованиях. Вот даже наш друг и товарищ Миша Ганев так же сам участвует в таких мероприятиях и без первых мест не возвращаются. То бишь, Одесса всегда была футбольной страной, футбольным городом. И для нас это очень важно и очень ценно, наша команда. После ухода Григорьчука новым старшим тренером стал Александр Бабич, он уже довольно давно работает в Черноморце. У болельщиков уже сформировалось какое-то мнение относительно нового спортивного, так сказать, лидера клуба? Александр Бабич был хорошим футболистом. Он, как правильно сказать, вовремя ушел, то бишь, закончил в пик своей карьеры. Как тренер, как тренер, он показал себя, Ю-19, вот он тренировал, и ребята добились очень больших успехов. Очень больших успехов. Я понимаю, что прийти сразу стать главным тренером Одесского Черноморца, даже с приставкой ИО, это большая ответственность, это большая нагрузка. Но верим, верим в людей, верим в человека. И самое главное, что наша молодежь хочет и доказывает это на футбольных полях. Вы считаете, что нынешнее положение Черноморца, ну и состояние его, хотя, в принципе, он, кстати, в турнире на таблице довольно неплохо, там шестое место, как обычно для него в это время примерно, что это стало, ну, в общем, нынешнее состояние команды стало результатом ряда ошибок, которые нельзя повторять. Что именно вы считаете ошибками в таком случае? Что нельзя повторять? Нельзя что повторять. То есть у нас была основа, кого надо, мы купим. То есть взять, почему футболисты ушли, легионеры. То есть костяк ушел, которых мы взяли. А мы взяли же тоже, не футболистов приобрели не высокого уровня, а молодежь, которая не с первого года показала результаты. То есть мы ее воспитывали в Одессе, и мы могли продолжать воспитывать тех, ту команду, которая еще играла и при наконечном. То есть после попадания в первую лигу был костяк команды, которому шли на втором месте, и наша молодежь, которая поддерживала команду, и ее, она стала не нужна команде. То есть мы пригласили других футболистов, и мы основывались на том, что кого надо, мы возьмем. Это мое мнение. И оно показалось через годы, да, мы завоевали это, приятно все, но через время патриотизм у игроков их понятно, они с другой стороны. Стратегия покупки большого количества игроков оказалась нерезультативной в перспективе. Я уже говорил, да, что действительно ли, надо было считаться, сможет ли сегодняшний президент поддерживать высокую ноту финансирования клуба, для того, чтобы мы покупали игроков. То есть или воспитывать игроков, или покупать игроков. То есть есть одно, вложение маленьких средств и ждать, либо вложение больших, и потом... Давайте послушаем звонок телезрителя, который к нам дозвонился. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Лагвиненко Александр. Здравствуйте, Александр. А что вы хотели спросить или сказать? Я хотел сказать, что я старый болельщик черноморца. Я болею с 1958 года за команду. Я бы хотел обратиться, наверное, чтобы обратили внимание на болельщиков, которые должны сегодня сплотиться каким-то образом, довести до сведения президента. То ли пусть он действительно или продаст команду, или уйдет, или как. Я вообще не... Это уму непостижимо. Вы правильно говорили, что оперный театр теряет с земли, что это все такое. Поэтому я хочу, чтобы сплотились болельщики все и написали какую-то петицию то ли президенту Климу, то ли кому, я не знаю. Спасибо, Александр. Спасибо вам большое. Вопрос, в общем-то, понятен. Скажите, готовы болельщики сплотиться? И вообще, имеют ли болельщики возможность хоть как-то влиять на клуб, на политику руководства клуба? Ну, как насчет влиять на политику руководства клуба? Я вот хочу добавить, если уж и продавать, зашел вопрос о продаже клуба другому лицу, вот, честно говоря, положа руку на сердце, не хотелось бы продавать, чтобы нашим покупателем был человек из группы привата. Нет, ну, знаете, тут такая ситуация, что продать-то продаст, а кто же его купит? У нас в стране идет война, и, по-моему, всерьез рассуждать о покупке столь крупного объекта, как футбольный клуб, это огромные совершенно деньги. Я не думаю, что сейчас кто-то, ну, вот, большой будет выбор людей, которые готовы будут вот раз и выложить деньги. Есть люди, которые хотели бы купить, хотели бы купить, но немногие согласны, чтобы они это сделали. Хорошо. Вы не хотите, чтобы клуб продавали? Нет, я хочу, чтобы клуб продали. Я хочу, чтобы клуб продали, но я не хочу, вот, мое мнение такое, вот, я не хотел бы, чтобы мой черноморец был бы, находился под группой приват. Почему? Потому что уже горьким опытом ознакомлено с такими вещами, как Кривбас. Вот. Опять же, группа приват сейчас, то, что творится в баскетбольной среде, вот, это вообще, да, должны брать нашу команду одесскую. Что там творится? Ну, команды, как таковой, практически уже нету, так же самое. То же самое, все, кто относится к группу приват, просто-напросто, будем так говорить, ну, уходят в мир иной. Хорошо, группа приват это Коломойский, а кто бы, кроме него, мог бы купить футбольный клуб, если уж на том говорить? Ну, опять же, не из таких вот калуарных источников, были люди, которые с другой страны. И с какой? С России. Но не каждый сейчас согласится, чтобы у нас, допустим, президентом был кто-то из России. Ну, естественно. Вот. А были люди, которые готовы были купить наш клуб и все, ну, вот, в связи с этими действиями, что на стране происходит, все отложено. Хорошо. Давайте вот вернемся к началу вопроса. Могут ли болельщики каким-то образом влиять на руководство клуба? Мы можем что? Мы можем прийти, поговорить, вот, покричать, порассказывать. Дальше нас никуда не пустят. Если бы по уставу можно было бы, вот, знать юридическую часть, как мы можем помочь клубу, что для этого надо, тогда да. А так это все, знаете, просто разговоры. Угу. Ну, а как вы бы могли помочь клубу? Ну, хоть, ну, не знаю, может, болельщики могут там деньгами скинуться? Вот. Опять же, деньгами. Вот, допустим, вот мы с Мишей создали профсоюз. Вот. Сказали, ребята, вот мы будем помогать клубу, давайте несите деньги. Там каждый несет деньги. Мы это все записываем, кто сколько принес. Вот, пожалуйста, клуб, получите от нас, допустим, один, там, миллион долларов в месяц. Угу. Вот. И все. Ну, я так понимаю, что в реальности у вас речь шла гораздо более о скрупных суммах. Ну, мы образно говорили. Ну, фантазируем. Ну, да, фантазируем. Вот раз мы собрали, вот каждый принес бы одному доллару, а у нас население миллионное, и вот вам миллион долларов и собралось. Вопрос не в этом стоит. А потом, что, допустим, как эти деньги могут прийти в клуб? Раз. Потом, когда, если они даже зашли в клуб, куда они пропадут? На что они будут реализованы? Ну, какие считанные пойдут, на что они будут потрачены? Давайте послушаем еще одного телезрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хорошую систему подняли. Как-то мне в руки... Как вас зовут? Финансовый отчет футбольного клуба «Челси». И я был бы, ну, приятно удивлен, что первый раз ко мне в руки такие документы попали давненько. То есть, они детально, предметно оценивали свою деятельность как акционерного общества. Раз. Вот, соответственно, и вопрос. То есть, представляете... А вы как качество какого общества свою деятельность можете оценить? Не думали ли вы, что давно уже пора перевести клубы на, так сказать, самоокупаемость? Как вас зовут? Спонсорами, владельцами. Алло, алло, как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Работать именно так, как работают все в мире. Вы мне что, собираетесь поздравить или обращаться ко мне? Ну, просто интересно. Ну, вот, уберите свое любопытство. Спасибо вам большое, милый аноним. Я вам вот просто объясню, что все футбольные клубы у нас в Украине и так являются акционерными обществами. И Черноморец не исключение, просто большая часть акций принадлежит, ну, группе Мексбанка и так далее. 20%, кстати, принадлежит Горсовету, соответственно, вы тоже в какой-то степени являетесь его собственником, поскольку, наверное, вы житель Одесской городской общины. Вопрос в другом. Вот, не назвавшийся господин упомянул футбольные отчеты клуба «Челси». Общеизвестно, что очень многие клубы в Европе являются не просто акционерными обществами, а прибыльными акционерными обществами. Ну, пример Барселоны, он самый знаменитый, там, где куча денег зарабатывается клубом. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете, в реалиях украинской экономики футбольный клуб сейчас, понятно, нет, но хотя бы два года назад или через пять лет он может являться прибыльным предприятием? Да это всегда можно сделать. Это уже говорилось не один раз, что смотрите, я повторюсь просто-напросто. Самое простое, начиная от шнурков, зубочисток, салфеток, чашечек, ложечек, флажочков, шарфиков, шапочек, мячиков, футболки, заправки, просто-напросто вывески. Вот, допустим, вывески на транспорте, вывески на автомобилях, вывески на бигбордах, везде. За это клуб получает деньги. То бишь, это не просто, допустим, вот как имекс-банк, он спонсирует, а вот там вывесили, за это взяли какую-то определенную сумму, там вывесили, за это взяли определенную сумму. И все, как говорится, по зернышку, по зернышку, и будет большой-большой мешочек. Я анализировал работу, буквально на днях смотрел самые зарабатываемые клубы из 30 топовых клубов. 20 клубов – это английские, из английской премьер-лиги. И поэтому надо задумываться об этом. Я когда был в Англии, в Хорватии на сборной Украине, все болельщики в атрибутике. То, что у нас еще хромает. То есть у нас идут любители. У нас болеет футбол. То есть есть категория. Сегодняшний магазин, он очень в плачевном состоянии. И когда заходишь туда, то есть продавец чуть ли не засыпает. Это к чему? Он один или их много, этих магазинов? Несколько. Несколько магазинов. И вы знаете, у нас еще не развита настолько вся эта популяризация футбола, так как в других странах. То есть мы стремимся. Да, Украина на хорошем рейтинговом месте находится. Футбол высокий и высокого уровня на Украине. Но еще работа менеджеров и создание всей вот этой вот сети, еще она не работает на полную силу. Одна из самых, наверное, более успешных работ, это в Донецке. Идешь на стадион. Была. Идешь в Донецк на стадион. И весь оранжевый стадион. В Киеве фан-сектор. Все одеты в футболках. Ну, в Одессе фан-сектор тоже сидит шарфиками, но только фан-сектор. Ну, не всех, да. Ну, не все же. Давайте еще одного телезрителя послушаем, который к нам дозвонился. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Как часто будет выходить передача? Передача выходит в эфир сейчас, в прямом эфире. Я понял. А как вы часто будете ее проводить? Она проводится каждый вечер, но каждую пятницу. Но каждую пятницу мы говорим о разных темах. Так, к черноморцам мы обязательно еще вернемся. Понятно. Футбольный это вот. А почему футбол один и футбол два не показывают сейчас? Это уже не ко мне. Спасибо большое за вопрос. Вопрос о том, почему не показывают футбол. Я хочу добавить, что Миша сказал. Вот смотрите, брать Англию. У них даже в канун матча вся работа останавливается. То бишь, допустим, сегодня футбол, город живет именно футболом. Не, ну смотрите, мы же не можем взять английские традиции и их здесь привить и всех заставить болеть за свою команду. Не надо привить. Не надо привить. Надо просто, чтобы, знаете, вот я вам скажу так. Вот заходишь в магазин в атрибутике черноморца, там непонятно почему завышены цены на саму атрибутику. Допустим, такая же самая футболка в магазине в другом, она стоит, образно говорю, 50 рублей, а заходишь в наш магазин, она стоит 300 рублей. Ну, вот чтобы понимали разницу. Поэтому не каждый болельщик в состоянии возможности купить эту атрибутику. То есть вы считаете, что цены нужно снизить? Нет, ну смотрите. Немножко надо. 50 гривен, допустим, стоит футболка. Это ее себестоимость. И как раз вот 250 гривен, это надбавка за бренд, это клуб пытается зарабатывать. Вы знаете, давайте тогда сразу все поднимем в цене и будем на этом зарабатывать. Не получится так. Надо брать по чуть-чуть. Если, допустим, стоит это, значит, надо хотя бы в два раза, чтобы она стоила дороже. А не в 4, и не в 5, и не в 10. Ниже цены, больше футболистов, больше матчей, больше футбола. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Мы сейчас немножко прервемся, послушаем мнение ситуации в черноморце спортивного журналиста Леонида Францискевича. Он сам сегодня не может быть в студии, но отдельно записал комментарий для футбольного вечера на седьмом. Смотрите и скоро вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова